В Данинском художественном музее состоялось открытие выставки в память известного художника Юрия Зорка. Мы открываем выставку в память о мастере, большом художнике, друге нашего музея Юрия Валентиновича Зорка, который недавно ушел от нас. Юрий Валентинович – это человек-легенда, человек-герой Донецкой Народной Республики, который, несмотря на все тяжести нашей жизни и трудности нашей многострадальной земли, отдавал все свое сердце, свою душу людям, искусству и прославил наш край, не побоюсь этого слова, на многие-многие тысячи километров. И мы учтим его память вот этой выставкой, которая, собственно, почти вся состоит из работ, принадлежащих нашему музею. Юрий Зорка был заслуженным народным художником Украины, членом Союза художников СССР. Работал в области станковой живописи, графики и акварели. Здесь можно увидеть более 50 живописных и графических картин, которые повествуют о всей творческой жизни мастера. Это целое собрание, а не ряд каких-то случайных работ. И мы старались, чтобы были представлены на выставке, так сказать, в нашем собрании музейном, такие вот этапные его произведения, начиная с конца 60-х и заканчивая последними годами. Его полотна наполнены светом и воздухом, любовью к жизни и радостью бытия. Два года назад Юрий Валентинович отмечал свое 80-летие. Это была большая экспозиция в нашем музее. На ней он показывал в основном работы последних 10 лет. И на всех поразила какая-то интенсивная яркость его красочной гаммы, его картин, его какой-то удивительный оптимизм, в который дышала буквально каждая его работа. И сам он говорил, что, так сказать, драматизм жизни подвигает его как раз искать прекрасное в человеческих отношениях и в природе. Он и жил так, как писал с открытой душой, неизменно добрым посылом и хорошим настроением. Таким его запомнили коллеги, друзья, ученики и ценители его таланта. Когда смотришь на работы Юрия Валентиновича, создается такое впечатление, что ты переносишься в другой мир. В другой добрый, чудесный мир, где нет войны, где нет зла и несправедливости. Именно таким и был Юрий Валентинович. И, вы знаете, последний год оказался очень сложным для него, для его жизни, для его здоровья. Но, вопреки всем испытаниям, всем сложностям и трудностям, он продолжал работать. Он продолжал отдавать всего себя детям. Юрий Зорко утверждал, что творчество – это вся его жизнь. Именно оно дарит энергию и радость жизни, которой он щедро делился с другими. И доказательством тому является создание детской художественной студии. Где-то в конце 2016 года он пришел к нам, оставался в Донецке, не уезжал. И сказал, чем он, как художник, может помочь своему музею, городу. Потому что он сказал, что я много умею. Есть какие-то ученики, которые в мастерской занимаются. И Надежда Сергеевна Анищенко сказала, Юрий Валентинович, может быть, мы организуем студию, в которой вы будете руководителем. И действительно, это начинание было очень плодотворным. Если у ученика что-то не получалось, он не отходил от него, а он объяснял все подробнее. Но это бывало очень-очень редко, потому что Юрию Валентиновичу было понятно с двух слов. Помню, там одна работа, натюрморт это был, и он у меня не очень получался, я его переделывала. А потом все получилось с помощью Юрия Валентиновича. Ученикам очень нравилось, что он всегда выставлял натуру. То есть мы могли рисовать с любого ракурса, там, где мы захотим. У нас был очень большой выбор, потому что он разрешал рисовать и картины его, и натюрморты, которые он выставлял. Его работы были представлены на более чем 180 международных всезоюзных республиканских выставках. И сегодня многие из них хранятся в музеях и галереях России, Белоруссии, в частных собраниях Франции, Германии, США, Швеции, Израиля. Есть у него и философские вещи. Вот выставку мы замыкаем его пейзажем, таким программным, который называется «Дыхание земли». И вот этот пейзаж, он действительно впитал в себя вот эту вот, наверное, концепцию художника. Вот, так сказать, мудрая земля, которая всегда дарит нам вдохновение, которое он воспринимал как живой организм. Кто такой зорка для каждого из нас? Зорка — это душа. Зорка — это любовь к искусству, к людям. И самое главное — это мост и диалог к людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова